Не все готовы дома держать усатых друзей. Он рычит и кричит, и усами шевелит. Всем привет! Вы на канале SoberVision. Сегодня мы затронем очень интересную тему. Тему кормления муравьев белком. Всем муравьям нужно питаться насекомыми. Даже жнецы не могут полноценно развиваться, не получая белок. Мы повторяем сегодня. Белок, белок. Но не все готовы дома держать кормовых насекомых. Хотя существуют универсальные туркменские тараканы, знахарь, но все равно. Многим от одного слова про тараканов становится не по себе. Я задался вопросом. Чем же можно заменить кормовых насекомых? Конечно, есть такие продукты, как яичный белок, мясо, креветки. Но я хотел найти что-то более универсальное и удобное. И кажется, я это нашел. Представляю вам отличный заменитель насекомых. Замороженный корм для рыб. Стоит он недорого. Но таких брикетов хватит очень надолго. Плюс ко всему, все удобно расфасовано и не занимает много места в морозилке. Я испытал на всех своих колониях этот продукт. В частности, я пробовал кормить их зоопланктоном. Такой корм состоит из замороженной калавратки. И посмотрите, как удобно расфасован. Отрезал такой брикет и положил размораживаться. Если торопитесь, можно разморозить в микроволновке. Главное помнить, продукт непригоден для употребления в пищу человеком. Давайте я вам покажу, как отреагировали на него муравьи. Начнем с филахов. Итак, ставим на арену новый вид белка. Посмотрите, как удобно это делать. Вначале муравьи очень осторожно начали пробовать. Они прям чуть-чуть касались зоопланктона и сразу отскакивали в сторону. Но потом постепенно рабочие все-таки распробовали этот деликатес. И количество желающих попробовать его стало возрастать. На утро от корма не осталось и следа. Все последующие кормления показывали огромную заинтересованность африканских гигантов в морской пище. Поэтому этот корм эффективно можно использовать при кормлении крупных и других компонотусов. А горы растущего и развивающегося расплода только подтверждают действенность этого корма. Теперь посмотрите на мирмикарию. Посмотрите на этих ребят. Справа стояла их любимая скорлупа от фисташки. Как только там появился этот новый вид корма, муравьи мгновенно накинулись на него и стали активно кушать. Видимо, тут выработалась уже привычка. Знакомая тарелочка. А уж что внутри, мало интересно. Еда, она и в Африке еда. А вот новая тарелка воспринималась как что-то явно лишнее на арене. Муравьи были против появления на арене этого ненужного куска пластика. Поэтому основная задача стала убрать ее подальше. Тут была применена излюбленная тактика. Дружно берем и тащим. У мирмикарии это отлично получается. А пока часть муравьев занята перестановкой на арене, другая часть активно ест новый морской деликатес. Ну а наши работяги так старались убрать этот кусок пластика, что перевернули его и вся еда вылетела прямо на арену. Этим с удовольствием воспользовались оголодавшие работяги. Земли оно как-то привычнее. Вывод один. Корм мирмикарии заходит на ура. Маленькие желтые симпатяги сначала тоже пробовали очень аккуратно и неохотно, но потом все почистили до конца. Зоопланктон понравился и тихоням пробковым муравьям, которые набивали свои животы до отказа и груженые тащились обратно в гнездо. Что тут говорить, ребята? Даже зерноеды под названием Мессер Структор и те оценили суперкорм. Да, конечно, в начале, когда я открыл пробирку и положил тарелку с непонятной едой, у них началась дичайшая паника. Ребята, это обычное явление у пробирочных жителей. Один муравей даже успел утонуть в тарелке с едой. Однако потом все успокоились и жадно принялись есть этот чудо-корм. Вот такой, ребята, я провел эксперимент. Участвовали в нем все мои колонии, за исключением, конечно, панирин. Этим ребятам подавай только живых и шустрых тараканов. На другое они вряд ли согласятся. Результаты кормления меня порадовали. Все муравьи с удовольствием поглощали морской деликатес. Конечно, он на 100% не заменит свежих, сочных, кормовых насекомых, но станет отличной альтернативой. На сегодня это все, ребята. Спасибо, что посмотрели это видео. Обязательно поставьте лайк, если оно вам понравилось. Подпишитесь, если не подписаны. И нажмите на колокольчик. Увидимся в следующих роликах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok